МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Чувашские спортсмены уже пострадали из-за допингового скандала вокруг сборной России по легкой атлетике. По меньшей мере, двум спортсменам грозит отстранение от международных соревнований из-за дисквалификации в Российской Федерации легкой атлетики. Под санкции Международной Ассоциации попали и Чебоксары. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Буквально неделю назад с ходом подготовки к предстоящему чемпионату мира по спортивной ходьбе ознакомились представители Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Проделанная работа, и они остались довольны. Трасса для ходоков уже реконструирована, правда, теперь остается вопросом, пройдут ли в Чебоксарах эти престижные старты. Никаких официальных документов о переносе чемпионата мира в другую страну пока не подписано. Руководитель спортивного ведомства республики отмечает, что окончательно этот вопрос будет решен в конце ноября. Сейчас регион продолжает плановую подготовку к этим соревнованиям. В ближайшее время трасса для ходоков должна пройти окончательную аккредитацию на право проведения международных стартов. Буквально сегодня мы отправляем отчет о ходе подготовки, потому что у нас нет никаких оснований не отправлять, нет никаких запретов. Да, было заявление, но мы не знаем сроки даже временного отстранения и на каких соревнованиях они не будут выступать, наши спортсмены. Вместе с чебоксарцами международных соревнований могут лишиться и жители Казани. В следующем году там должен пройти чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. По сути, на обоих стартах могут быть разыграны путевки на предстоящую Олимпиаду. Пока непонятно, выступят ли российские легкоатлеты на играх в Рио-де-Жанейро. Между тем, из-за санкций ИАФ уже была отстранена от участия в международном марафоне Татьяна Архипова. На мировые старты сейчас рискуют не отправиться и другие спортсмены, но подготовка к ним продолжается. Мы как начали олимпийский сезон, так его продолжаем, сидим на наших базах, ведем свои тренировочные проценты. В настоящий момент мы находимся в Кисловодске, на российском сборе. Команде как бы обстановка дружелюбная, конечно, очень неприятно, но хочется все-таки верить в здравую мысль членов ИАФ. У всех есть индивидуальный план подготовки на этот сезон, на следующий сезон, поэтому пока все в штатном режиме ведут подготовку. Санкции к российским легкоатлетам ВИАФ предъявили и этим летом. Из-за употребления допинга были дисквалифицированы скороходы из Мордовии. Чувашского спортсмена Александра Яргунькина также обвинили в нарушении правил накануне международных соревнований в Пекине. Эти старты спортсмен пропустил. Впрочем, у легкоатлетов есть шанс побороться за медали в Рио-де-Жанейро. Правда, под флагом Олимпийского комитета. Подготовка к чемпионату мира по спортивной ходьбе также проходит не напрасно, считают Минспорта Чувашия. Эта трасса будет востребована у скороходов. Именно здесь намерены провести российский чемпионат. Медрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. К другим новостям. Внесение изменений в республиканский бюджет 2015 года и на плановый период 2016 и 2017 годов обсудили на внеочередном расширенном заседании Кабинета министров. Речь идет об увеличении расходов за счет поступления дополнительных средств. Весомые вливания будут направлены на дорожное хозяйство в рамках дорожного фонда. 316 миллионов рублей. С учетом этого расходы фонда увеличатся почти в два раза и составят в 2015 году свыше 3 миллиардов. Средства необходимы, чтобы завершить ремонт улиц Ярославской Энгельса и начать строительство развязки на проспекте Айги, столице республики. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов подчеркнул, что нужно внимательно отнестись к задаче модернизации школьного образования. 180 миллионов рублей должны направить в отрасль еще до конца года. На строительство ДОУ предусмотрено 184,4 миллиона рублей, то есть больше, чем обязательства по соглашению, на 46 миллионов рублей. В инвестиционных расходах также предусмотрено увеличение на строительство объектов спорта на 20 миллионов рублей, строительство объектов здравоохранения на 65,9 миллионов, в том числе на строительство хирургического корпуса онкодиспансера 50 миллионов рублей и на приобретение помещений в микрорайоне Ольгешево под размещение поликлиники 15,9 миллионов. На завершение второго этапа по переселению граждан из аварийного фонда будет направлено еще 260 миллионов. Также будут выделены средства на строительство МФЦ в Калининском районе Чебоксар. Предусматривается дополнительная финансовая помощь местным бюджетам более 100 миллионов рублей. На заседании премьер-министр Иван Моторин акцентировал внимание на необходимости выполнения назначения бюджета, а также проведение всех конкурсных процедур для максимально эффективного освоения средств до конца 2015 года. Непростая экономическая ситуация в первую очередь сказывается на предприятиях малого бизнеса. Количество оборудованных средств сокращается в разы. И первое, на чем начинают экономить предприниматели, это налоговые платежи. Специалисты не раз отмечали, сборы налога на доходы физических лиц в Чувашии сильно сократились. Чтобы решить эту проблему, в столице республики создали рабочую группу по повышению устойчивости социально-экономического развития. На заседание рабочей группы приглашаются организации-неплательщики налогов. С каждым индивидуальный разговор. Но ситуации у всех практически идентичные. Долги копятся аж с прошлого года. И исчисляются в сотнях тысяч рублей. Говорят, если заплатим налоги, не хватит на зарплату. На сегодняшний день сколько у вас людей работают? Порядка, наверное, 18. 18 человек. У вас есть задолженность по зарплате? Нет. Нет, вы зарплату выплачиваете. Вы как руководитель знаете, что в момент выплаты зарплаты вы должны одновременно положить платежное вручение на перечисление НДФЛ. Вы это не делаете систематично. Когда вы последний раз подписывали платежное вручение на перечисление НДФЛ? Ну, к сожалению, не могу сходить. Бизнесмены ищут лазейки. Декларируют зарплату ниже прожиточного минимума. Хотя, по факту, она выше. Но такими случаями занимается уже прокуратура. Брать в кредит в банки предприниматели боятся. Вот и получается, что фактически кредитором для них становится бюджет. Здесь и пений меньше, чем процент по займу. Но такой расклад неприемлем. Бюджет не получает средства, которые должны быть направлены на финансирование школ, детских садов, больниц, уборку территорий. Частный бизнес создается на свой страх и риск, который берет на себя предприниматель. С него и спрос. И есть те, кто это понимает. К примеру, предприятие «Стиль профи». Чтобы выйти из положения, сменило сферу деятельности и взяло курс на полную коммерциализацию. У нас ситуация связь такова. Значит, задорность по зарплате у нас нет. Это первое. Дальше. Второе. По НДС мы практически идем практически в графике. По доходу мы задорность снижаем. Но остался главный бой – это пенсионный фонд. Почему? Потому что он накапывался годами. Закон суров, но это закон. Никто не освобождается от ответственности. За 2015 год представители рабочей группы провели встречи с сотней предпринимателей. В результате организации погасили задолженность на сумму примерно 395 миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. 6 550 многодетных семей Чувашии должны получить земельные участки. Для них уже сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет почти 4 тысячи земельных участков. Больше половины многодетных семей уже обеспечены землей. Полностью решен вопрос в Алатарском, Парецком и Шамуршинском районах. В Маргаушском районе проживает более 500 многодетных семей. В каждой из них воспитывается 3 и более детей. На оформление земельного участка в собственность подали заявление 325 семей. Из них почти 150 уже получили землю. И лишь некоторые разрешения на строительство. Возводить дома им предложено неподалеку от деревни Казикасы. Здесь уже сформировано около 600 земельных участков. 102 на дело получат представители Маргаушского района. Остальные участки распределят между семьями города Чебоксары. Была земля сельхознанчения, присоединили. Естественно, здесь никаких коммуникаций не было. Идет проектирование сетей инженерной инфраструктуры. После того, как проект будет выдан, пройдет экспертиза. Соответственно, все проекты пройдут экспертизу. Будем искать выходы, возможности уже начала строительства этих сетей инженерной инфраструктуры. Жителям нескольких домов в юго-западном районе столицы республики приходится оплачивать долги управляющей компании. За горячую воду, которой они пользовались в прошлом году, чебоксарцы платят сейчас. Причем гораздо больше, чем за ресурсы, которые употребляют в этом году. Почему так получилось? Ситуация разбиралась. Наша съемочная группа. 18 тысяч за трехкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров. Сумма в квитанции за коммунальные услуги для Натальи Сараповой в этом месяце стала полной неожиданностью. Причем неприятной. 4 тысячи 739 рублей – это ежемесячный платеж, а более 13 тысяч – перерасчет за горячую воду. По однотарифному, по прошлому году, у нас получалось 88,26 за куб. То есть в месяц я платила за 15 кубов 1300, да, получается. Если это прошлогоднее, если брать этот год, то получается, вот мы сложим двухтарифный 160 плюс 1272, 1272, 1432. То есть сумма ненамного больше получается, да. Вот, разделим на 12 кубов. Получается, куб у нас 120 к рублям. 120 рублей по тысяче с лишним рублей еще должна доплатить. То получается, умножаем 88 на 20, 88 на 2, получается около 150 рублей за куб. Аналогичная ситуация у всех жильцов домов, которых обслуживает управляющая компания «Чапаевец». Я пришла, чтобы взять распечатку, чтобы, ну, показали, откуда, что, как платить. Они мне ничего не сказали. Напишите заявление, будем рассматривать в течение месяца. За период с января по ноябрь 2014 года коммунальные технологии предъявили счета на оплату горячего водоснабжения по двухкомпонентному тарифу на основании постановления, утвержденной Республиканской службой по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 года. Управляющая компания производила начисления, исходя из 354-го постановления, по наставочному тарифу. В однокомпонентном тарифе учтена цена за один куб горячей воды в 60 градусов. По коммунальной технологии выставили счет, исходя из объемов воды и энергии, потраченной на ее обогрев. То есть фактически вода могла быть и 75 градусов. Но этот факт им еще нужно доказать, то есть заактировать. По словам работников управляющей компании, в результате различных подходов к расчетам образовалась разница между деньгами, собранными от жильцов, и суммой, которую управляющая компания должна заплатить коммунальным технологиям. Разницу разделили пропорционально потребленным объемом горячей воды между собственниками квартир. Действия управляющей компании в данном случае правомерные. Насколько правомерен перерасчет, сумма перерасчета, мы сможем отдать свое заключение только после проведения соответствующей проверки. Мы по каждому обращению будем их проводить. Собственники квартир также готовят коллективное письмо в прокуратуру. А от управляющей компании ждут писем с расшифровкой сумм. Надежда Яковлева, Александр Петров, Андрей Спиридонов, Республика. В Чуваксарах начал работу первый Всечувашский кинофестиваль «Азам». 11 кинолент собственного производства будут бороться за звание лучшего. Всю неделю можно бесплатно смотреть творческие работы местных кинематографистов, а после даже пообсуждать их с авторами и поучаствовать в мастер-классах. Подробнее в сюжете Екатерина Купыриной. «Волшебство» – именно так переводится на русский язык название Всечувашского кинофестиваля. Режиссеры, операторы, актеры, все, кто делает фильмы, создают настоящее время. А мы, зрители, каждый раз восхищаемся безграничной фантазией киносоздателей. Правда, чаще всего зарубежных. В Чувашии решили реанимировать родное кино. Наша республика в прошлом веке была первой и единственной, имеющей собственное кинопроизводство. А сегодня последователи Максимова Кошкинского решили вернуть былую славу. В общем-то, это такая попытка объединить киноиндустрию Чувашии. Собрать продюсеров, молодых кинорежиссеров, будущих, может быть, артистов, будущих кинорежиссеров. В последние годы вообще киноиндустрия во многих субъектах Российской Федерации начала возрождаться. И мы бы очень хотели, чтобы киноиндустрия Чувашия тоже бы получила свое продолжение. В программе фестиваля есть фильмы как на русском, так и на чувашском языках. В основном фильмы документального характера, но есть и мультики, драмы, боевики и даже хоррор. Нам в неконкурсных показах будут представлены ретроспективные ленты 20-х, 70-х и 80-х годов. Каждый зритель найдет кино по вкусу. Мы решили представить пока одну картину на первом в Сичевашском кинофестивале. Называется работа Егор Шилов. Вообще кино нужно смотреть. Рассказывать я кино не буду. А так очень большое событие в нашем городе сегодня, в нашей республике. 21 ноября станет ясно, чья же картина покорила зрителей и жюри, и кто же смог создать настоящее волшебство. Екатерина Куприна, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. На защите порядка МВД Почувашской республики провело учение по пресечению массовых беспорядков. ОМОН, ГАИ, войсковая часть и транспортная полиция отрабатывали действия при массовых беспорядках. Основное представление развернулось на железнодорожном переезде Гремячево в Чебоксарах. По легенде, там собралась толпа воинственных футбольных фанатов, которые заблокировали участок дороги и остановили поезд. Правоохранительные органы оцепили место ЧП. Госавтоинспекция организовала движение транспорта. Толбу фанатов удалось рассредоточить и заключить в плотное кольцо бойцов. Обезвреженные участники беспорядков были задержаны. Руководитель учений, заместитель начальника полиции Илья Воробьев, подводя итоги тренировки, сказал, что ее цели были достигнуты. А в случае возникновения реальных угроз и подобных чрезвычайных ситуаций, стражи порядка рассчитывают на поддержку населения республики и получение информации о нарушении общественного порядка. В Чувашии начался второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 27 ноября. Сотрудники управления наркоконтроля ждут от жителей республики любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Сообщить о местонахождении наркопритонов, точек сбыта наркотиков, наркопреступлениях можно по телефону доверия 23-01-00. Линия работает круглосуточно, анонимность гарантирована. По этому телефону можно также обратиться за помощью психолога-нарколога, который даст консультацию как наркозависимым, так и оказать поддержку тем, чьи близкие стали заложниками наркотических средств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова